Небольшой, но долгожданный для жителей домов по улице Загородное шоссе переход наконец построен. Несчастные случаи и травмы на железнодорожных путях стали причиной принятия экстренных мер по безопасности на этой дороге. В летний период проходимость на этом участке доходила до 200 человек в час. Администрация Новоуральского городского округа, Управление капитального строительства, руководство РЖД совместными усилиями благоустроили тротуар и безопасный пешеходный переход в районе проходной по улице Савчука. Долго мы шли к нему. Почему так было связано, что так долго принимались такие решения? Дело в том, что это зона ответственности железной дороги. И к вопросам местного значения, к сожалению, это не относится. Но учитывая то, что это жители наши и наша, скажем так, в первую очередь заинтересованность, поэтому мы подняли этот вопрос и несколько раз, несколько этапов проходили. И, наконец-то, с железной дороги мы нашли общее решение и приступили к этому объекту именно в этом году. Более или менее то, что мы хотели, мы получили. Самое главное, мнение жителей, они уже попользовались даже этим объектом и уже сегодня констатируют, что это удобно, что это необходимо, что это, наконец-то, место стало безопасным для перехода. Общая стоимость работ составила чуть менее миллиона рублей. Эту сумму бюджетного Уральска вложил в благоустройство подходов к железнодорожному полотну. А работы на рельсах с соблюдением всех норм выполняли специалисты РЖД. Насколько мы понимали, какие проблемы были у железной дороги, самая главная проблема – это всегда финансирование. Потому что обустроить такой объект только за счет средств железной дороги было в 2017 году невозможно. То есть они сразу говорили о том, что некое планирование работ не позволяет им такие объекты дорогостоящие реализовывать. Поэтому только вот именно совместными усилиями нам это удалось. Принимать переход в эксплуатацию пришла и Юлия Соловьева. Она представляет жителей окрестных домов. Еще в 2011 году они начали поднимать проблему отсутствия благоустроенного и безопасного перехода. Первые мои шаги были в Единой России, где я до сих пор сотрудничаю с этой партией, где я просила помощи депутата Петра Александровича Лина, который нам помог сделать лесенку. Вы, когда будете приходить через КПП, увидите эту лестницу, что она была сделана. И писались письма. Писали письма мы в администрацию, нам говорили нет, не могут. Потом мне посоветовала Анталия Леонидовна, мы с ней как раз познакомились, написать письмо в управление железной дороги. И вот уже в 2015 году мы увидели результат, когда пришли ответы, что да, это возможно. И вот в этом году, в 2017, получилось уже определенный какой-то кусочек дороги запустить, переход сделать. И вот здесь вот немножечко еще не дошли пока до наших домов. Но я думаю, что в следующем году это будет обязательно сделано. Сегодня практически весь комплекс работ выполнен. При строительстве позаботились и о слабовидящих людях. Перед переходом на рельсы с двух сторон разместили специальные яркие тактильные покрытия. Здесь строителям осталось выполнить только освещение территории. Также по просьбе жителей в планах заасфальтировать еще один небольшой участок пешеходной дорожки до домов. Впереди приемка объекта вместе с представителями железной дороги, на которой будет определена ответственность сторон за содержание перехода. Но уже сегодня можно сказать, что дорога для жителей микрорайона в город и обратно стала комфортнее и безопаснее. Виктор Малышев, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания.